Учения на объектах с массовым пребыванием людей велись в соответствии с заранее составленным графиком. Первыми в интервале с 9 до 10 часов экстренную эвакуацию отрабатывали образовательные учреждения района. В ходе этой комплексной тренировки шлифовались наиболее важные действия при возникновении чрезвычайной ситуации. Будут отрабатываться вопросы эвакуации персонала, организации, действия обслуживающего персонала при получении сигнала или возникновении пожара. Также условно будут отрабатываться прибытие пожарных подразделений для организации тушения. В Одинцовском районе 50 школ и 70 детских садов. Все они подключены к системе «Безопасный регион». Ход эвакуации из любого образовательного учреждения можно было наблюдать на экранах камер видеонаблюдения. Существует три степени защиты объекта. Первая степень защиты объекта – это система оповещения. Вторая – это система эвакуации. И третья – это уже непосредственно работа пожарных подразделений. Учения на объектах управления образования всегда максимально приближены к реальности. По словам начальника управления образования Алексея Полякова, безопасность детей является для администрации Одинцовского района безусловным приоритетом. Тренировки по эвакуации образовательных учреждений проводятся ежемесячно и стали делом, в общем-то, вполне привычным. «Каждый ребенок знает свое место, каждый ребенок знает, куда ему идти, где этот ребенок должен взять свою куртку, как он должен проходить, спускаться по лестнице, в каком порядке определенном, и где он должен найти свое место на улице, где должен построиться. В последующем идет доклад учителей о количестве детей эвакуированных руководителю образовательного учреждения. Руководитель образовательного учреждения докладывает уже в управление образованием». Среднее время, которое отводится, к примеру, крупной городской школе на то, чтобы организованно покинуть здание – пять минут. На этот раз все необходимые действия были выполнены в образовательных учреждениях четко и в срок. Петр Горохов, Станислав Трифонов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».